А сегодня мы обсуждали тему, связанную с заслуженным правом города Ярославля и первых ярославцев, которые на фронтах сражений в Тулу провали победу в Великой Отечественной войне и в историческом, так сказать, прошлом нашем, начиная с домонгольских времен и до сегодняшнего дня, много жизней положили и много дел славных сделали во благо нашего государства. Мы сегодня начали завершающий этап подготовки к принятию решения комиссии правительства Российской Федерации по присвоению города Ярославля звания город воинской славы. Встреча составилась конструктивно. Наш город один из нескольких, которые претендуют на это место. Есть конкуренция. И мы в этой конкуренции надеемся совместной командой, у нас совершенно полное взаимопонимание, мы идем одной командой для того, чтобы добиться этого права. Присвоить городу Ярославля звание города воинской славы. Почему нет представителей администрации президента? Потому что он не имеет права давать никаких комментариев, как он сказал, до того момента, как будет принято решение. Они подготовят документ объективный, в чем мы уверены. И соответственно, он уже будет представлен в комитет победы и, соответственно, дальше на утверждение президента. Когда будет подписан указ, тогда мы с вами будем радоваться. А до этого надо работать. Работа это начата года полтора назад. Она, в общем-то, шла планово. Я уже говорил, была документальная часть, была и стереографическая часть. Сейчас, в общем-то, это вошло уже в завершающую фазу. Как Ислав Васильевич нам сказал, что, в принципе, у них задача такая, что к сентябрю месяцу документы были готовы, представлены осмотрения комитета победы и, соответственно, дали президенту Российской Федерации. По нашим, так сказать, по задачам, которые поставлены, предполагается, что решение будет до 4 ноября, то есть до праздного 4 сентября и окончания смутного времени, чем мы и аргументировали, что именно ярославцы во многом способствуют тому, чтобы это событие 400 лет назад состоялось, вы помните, минимум пожарское, помните, ополчение, которое ушло из Ярославля. Так что вот этот, может быть, аргумент в том числе станет решающим для того, чтобы мы добились желаемого результат.